Доброе утречко! Сегодня замечательное субботнее утро. Но правда очень пасмурное, как всегда у нас в Латвии, поэтому опять у нас так темновато. Я буду, видно, плоховато, но тем не менее хочу немножко похвастаться, наверное, какими-то удачными покупками, находками, на мой взгляд, которые были из китайского сайта. И я была в Хумане, зашла так случайно, в общем, зашла и как-то удачно зашла. В общем, у нас такое субботнее, развлекательное, легкое, спокойное видео. И начнем с платья. Вот это, в котором я сейчас нахожусь. Я вам уже как-то показывала, показывала, что я купила безрукавку, чтобы немножко его сзади облагородить. Сзади оно висело каким-то мешком. Но я его отпарила и теперь, в общем, ничего уже не нужно сверху надевать. Оно смотрится достаточно неплохо. Чтобы увидеть его в полный рост, я опять иду в прихожую. Там у меня темная, маленькая. Но иначе я не смогу вам его показать. Вот такое вот платье. Оно было там на сайте вообще практически в пол. А так она у меня где-то до середины икры, да? По-моему, так называется, когда где-то там не совсем до конца. Или до середины щиколотки. Ну вот, где-то там до середины чего-то. Цвет у него, как вы видели, он такой темно-синий, с белыми красивыми. Не очень пестрые, мне почему-то даже кажется, потому что они так распределены грамотно. Когда заказываю на китайских сайтах, я всегда боюсь, что, во-первых, не совпадет размер. Во-вторых, будет написано, например, что это хлопок, а на самом деле это окажется какой-то полиэстер. Вот в этом случае я совершенно не ошиблась, потому что это и размер, тот, который мне подошел. И, хотя я заказывала, по-моему, на размер больше. Ну, так, где-то, на всякий случай. И это хлопок. Отличное совершенно платье. Может быть, как летнее, может быть, как домашнее. Я люблю дома ходить в таких. И что сказать? Ну, оно мне нравится во всех смыслах. Рукав, как видите, длинный. Рисунок тоже видно. Очень хорошо подойдет всякие белые украшения, белые сумочки. Летом я хочу носить его. Оно классное. Так, сейчас я поделу украшения, которые я бы хотела носить. Ну, здесь вот именно белые очень хорошо подойдут. Такие что-нибудь. Причем какие-то, может быть, вот такие длинные бусы. Они мне всегда, вот эти бусы спасают. Они с ракушками. Поэтому всегда так по-летнему все это и смотрится. В общем, и пляжный вариант, и какой-то еще. И зачем я надела такие нарядные клипсы? Выглядит не пляжно. Но все равно здорово. В общем, подняло мне настроение. Это самое главное. И помимо... Да, здесь, кстати, кармашки есть, как видите. Что тоже немаловажно. Ужасно люблю руки в карманы запихивать. Не знаю. Вот такая дурная привычка. Сумочки беленькие. У меня, по-моему, кстати, нет. Поэтому вот теперь... Есть вот там светлая сверху стоит на полочке. Но я хочу беленькую. Или какую-то синюю красивую, небольшую. Так что сумочки это еще тема бесконечная. Еще что-то буду заказывать. Но я заказала сумку. Я, правда, конечно, думала не про это платье. Я думала про осень, весну. И она мне очень-очень-очень понравилась. Вот она мне уже здесь висит среди всех моих остальных. И мы пойдем с вами и ее просматриваем поближе. Она просто суперская. Ну вот, нашла новую локацию, новое место, где можно немножко посидеть с вами, поболтать. Я заказала уже тоже штатив. Он придет. И тогда уже можно будет нормально как-то, надеюсь, показывать все. И не бояться, что фотоаппарат рухнет со своей подставки. Итак, сумочка. Смотрите, какого она классного цвета. Вот меня цвет просто заворожил. Он похож на действительно настоящую кожу. Я не думаю, что это настоящая кожа, судя по цене. Ну, он прямо глянцевый такой вот. И цвет... Ну, вы сами видите. Прекрасная. Вообще, вот, идеально, на мой взгляд, вот такая повседневная хорошая сумка. Потому что она среднего размера. Она не очень крупная. У нее три отделения. Кстати, когда она пришла, там внутри был этот надутый пакет. Так что ничего не помялось. Но она мягкая. Она даже если бы немножко где-то помялась, это потом все прекрасно выровнялось бы. Ничего страшного не было бы. Пришла в пакетики. И... Я даже не знаю, с чего начать ее нахваливать. Единственное, что мне немножко не понравились вот эти такие крученые ручечки. Видите, которые... Ну, они добавляют какой-то веселости. И, в общем-то, почему бы нет. Ну, я так... Как бы хотелось что-то совсем монохромное. Ну, ничего страшного. Масса-масса карманов. Есть, кстати, длинная ручка. И смотрите, она как сделана хорошо. Она с этой стороны прошита тканью. Чтобы, наверное, лучше на плече держалась с этой кожаной. Все вот эти детали, фурнитура, они были заклеены специальными пленками, чтобы ничего не пострадало. В общем, знаете, так вот. Когда такое отношение к вещи, даже к ее пересылке, начинаешь сразу как-то, ну, понимать, что... И делали ее с любовью. С этой стороны на берочках тоже есть какие-то там значки. Ну, не знаю, это какая-то, наверное, китайская фирма. Внутри я там все проверяла, как молнии закрываются, открываются. И самое главное, смотрите, здесь три отделения, но они как бы все отдельные. Это мне очень понравилось. Потому что обычно... Сейчас я их все открою. Они все отделены отдельными молниями. По сути, это три места, куда можно что-то положить. И потом не бояться, что у тебя все запутается. Когда одна сумка, одно отделение, ну, или два внутри разделены какой-то такой перемычкой, которая мягкая, и она обычно... У меня тогда все путается в сумке. Я там роюсь, я не могу ничего найти. Тут можно все совершенно четко распределить, положить, знать, что где-то кошелек, где-то документы, где-то что-то еще. И даже внутри в среднем отделении здесь еще есть тоже и кармашек, и есть на молнии закрывающееся отделение. В общем... Кстати, пахнет кожей. Ну, может быть, это такая вот искусственная кожа. Я небольшой знаток, собственно, я и не гонюсь за этим, чтобы вот мне обязательно это было кожаное. Ну, во всяком случае, она мне понравилась невероятно. Могу показать, какие тут есть марки. Ну, я, конечно, как всегда, я говорю, я оставлю всякие ссылки внизу там, и вы увидите, если вам очень она понравится. Вот всякие такие бирочки. В общем, ну, тут какая-то бирочка. Я ее сниму, конечно. Ну, ребята, в общем, я так была довольна. Я как-то уже давно смотрела. То там не было на складе, то еще... О, еще и здесь сбоку молнии. И довольно такой, кстати, глубокий карман. Ну, в общем, сумочка огонь. Не с этим платьем, конечно, так было. Я продемонстрировала. Она сама по себе. Она ко всей моей зимней, осенней одежде. Мне еще нравится, что ручки такие, ну, довольно твердые. Они будут хорошо стоять, потому что бывают ручки большие, широкие. У них вот дужки, они мягкие. И ты когда одеваешь на плечо, и тогда эти ручки свисают в разные стороны. Они как-то раздражают, они как-то мешают. А здесь вот, ну, на мой взгляд, просто все идеально сделано. Вот я хочу придраться к чему-нибудь, и не могу. И даже дно, оно, видите, тут, как всегда, на дне такие... Если ты ставишь куда-то сумку, чтобы она не терлась металлические, такие как ножки. И есть такая дно-прокладка, то есть она не провиснет. В общем, ну, могу только нахвалить. Вот эту вещь могу только похвалить, и ни одного слова не сказать, что здесь что-то не так. Ну, раз я сейчас вам показываю пальто, то могу показать и эту сумку, как она вот выглядит. Какой она величины, чтобы можно было примерно понять. Отличная сумочка. Этот цвет, он такой идеальный, он практически с любой одеждой. Любого цвета не надо вот специально подбирать. И ручка длинная прекрасная. В общем, вот заодно вам показываю и сумку. И хочу показать, конечно, пальто, потому что пальто мне очень понравилось. Оно тонкое, оно такое весеннее, осеннее. Но чувствуется, что материал качественный, теплый, приятный. То есть не будет мне холодно. Я мерзляка, я всегда подбираю все вещи так, с расчетом, чтобы мне не было холодно. Воротничок, воротничок. Если кому-то там кажется старомодным или не нравится, а мне он не кажется старомодным, мне он нравится, он отстегивается. И тогда будет это просто обычное черное пальто с лацканами там небольшими такими. И можно накидывать на себя всякие объемные красивые шарфы. Я, кстати, купила еще один шарф тоже, решив, что почему бы вот даже на это пальто его не намотать. Хотя, конечно, он очень, он такой чисто зимний шарф. Но я все равно сейчас покажу. Возможно, даже и намотаю. Длина у него приятная. Прикрывает колено. То есть где-то вот на уровне колена. Это, по-моему, называется так. Мини-макси-миди, да? Значит, это будет у нас миди такой, длина. И что приятно, я в нем себя чувствую немножко стройнее. Вот такой хороший пошив, так хорошо все сделано. И что для меня это важно. Я поняла, что я вряд ли когда-то похудею. Поэтому буду подбирать вещи просто, чтобы не выглядеть на все свои там, не буду говорить, сколько килограмм. Вот. Вот такая еще одна покупочка в секунде. Стоило оно, ой, дайте-ка я вспомню, ну что-то, скажем, 16 евро. Я считаю, что для вещи, которая тебе вот настолько понравилась, и она неплохая, это просто смешная цена. Ничего не знаю вот об этой марке, что она из себя представляет. Размер 46, но это, собственно, и мой размер, если европейский. Вот так он блестит. И вот видите, он тут на пуговках, так что его очень легко будет отстегивать. И такой вот простой тогда лацком. Ну, прелесть просто пальто. Показала вам его поближе, потому что в темноте моей прихожей, конечно, сильно не разглядишь. А это шарф, который я купила, он гигантский, большой, он такой светло-серый, нежно-белый. Там есть такие вкрапления какие-то, или даже чуть-чуть розоватого. Здесь вы это не увидите, но, в общем, это из тех шарфов, которые можно кутаться, заматываться. Он вот такой вот. А, да, он в клеточку немножко есть и видно. Такая клеточка небольшая, теплая невероятно. Просто я такая вот, я так люблю тепло. Мне надо жить было в жарких странах каких-нибудь. Что я делаю в этой прохладной Латвии, я не знаю. Вот еще была одна покупочка, стоила, по-моему, 3 евро, кажется. Еще одна вещь, которую я тоже примеряю, эту сумку, потому что как раз подходит по цвету платья. Это такое платье из магазина, покупалось тоже не так давно, в этом году осенью. И в Second купила такую вот кофту-кардиган, наверное, потому что она достаточно длинная, черная такая, с белыми пятнышками, очень теплая, очень такая уютная. Ну вот, еще сама себе пытаюсь составлять какие-то образы, тоже какой-то шарфик сверху, и мне уже нравится. Еще одна вещь, которая тоже мне очень понравилась, в Second стоила где-то 5 евро. Ну, такой длинный, как он, свитшот назвать, его джемпер. Хорошие очень кармашки, прямо опять-таки руки туда хочется затолкать. Свободные, такой тоже где-то, наверное, размерчик беру побольше теперь. Цвет позитивный, качество прекрасное, натуральные ткани. Ну, в общем, все, что нужно, чтобы поднять себе настроение и чтобы расцветить свою жизнь какими-то красками. А то у меня частенько бывают вещи черные, серые, как вы уже заметили. Ну, тут будет что-то такое вот развеселое. Вы, наверное, думаете, почему я вам это показываю? Ну, потому что это тоже одна из покупок с Алиэкспресса. Такой коврик для мышки веселый, позитивный. Будет настроение поднимать. Раньше у меня мышка была вот на таком вот блокнотике, довольно неплохо справлялась со своей функцией. Функция этот блокнотик справлялся. Ну, гораздо все-таки приятнее вот на такой вот мышке. И я еще заказала там какие-то идут под руку. Тут есть какая-то выпуклость. Здесь вот просто прямая, а есть еще с выпуклостью. Не знаю, они лучше или нет. Кто-то говорит, что лучше. У кого-то, наоборот, рука устает. Ну, конечно, когда ты привык, наверное, просто пользоваться, то лишняя будет какая-то выпуклость. Ну, рада, что этот милый заяц пришел первый. Вот такой он, позитивный. Будет теперь у меня коврик для мышки. Ну вот, под аспарагусом сидя, скажу заключительное слово. Конечно, много сейчас реально приходится покупать в интернет-магазинах, потому что не особенно и погуляешь. У нас правила тоже становятся все строже и строже. Но, тем не менее, никто себя не хочет лишать радости покупок, поэтому они продолжаются. И службы доставки у нас сейчас работают с большим напрягом, поэтому все затягивается. Но надеюсь, что к Рождеству, к Новому году у всех все будет, что они пожелали, захотели. Подарки для своих знакомых, подарки для своих родных, подарки для любимых, для себя. И я еще обязательно сниму видео о последних-последних парфюмах, которые пришли. Их было тоже достаточно много. Они вот все копились-копились, собрались, и как-то в один день ко мне все были доставлены. На сегодня, наверное, уже об этих покупочках все. С вами прощаюсь. И, как всегда, говорю пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok